Именно мысли и чувства создают все события нашей жизни. Именно то, что каждый человек испытывает в своей жизни, напрямую зависит от сопутствующих мыслей. Луиза Хэй считает, что абсолютно любая ситуация в жизни зависит только от самих людей. Но существуют люди, которые ругают другого человека за свои неудачи и обиды. Это заблуждение. Люди сами для себя являются источником переживаний. Реальность человечества заключается только в своей вере. Человек сам подает сигнал в мозг для выбора мыслей. Так работает сила мысли. Абсолютно у каждого есть великое многообразие возможностей думать о любом действии, которое непременно повлечет за собой то или иное действие. Луиза утверждает, что силы, связанные с Вселенной, никогда не смогут критиковать нас. Они просто принимают нас со всеми нашими недостатками. Если же какой-либо человек предпочитает думать об одиночестве, то именно это он и получит в своей жизни. Однако, если же человек начнет думать о любви, которая к нему придет, то несомненно это и произойдет. В раннем возрасте ребенок познает мир по поведению взрослых. Это подразумевает, если ребенок рос с людьми, которые страдали и их преследовало чувство вины, то и он будет смотреть на мир отрицательным взглядом. Во время взросления у человека появляется склонность к воссозданию эмоционального окружения своего детства. По этому поводу, правильно это или неправильно, можно спорить очень долго. У человека возникает осознание как дома. Именно поэтому в личных отношениях очень часто воссоздаются отношения, которые были приняты у отца с матерью. Мы также ругаем себя, как нас ругали близкие родственники. Даже ход мыслей по большей части совпадает с родительским взглядом. Любовь, переданная родителями, проявит себя и по отношению к самому человеку. Чем чаще человек будет думать о хороших вещах, тем быстрее жизнь пойдет в правильном направлении, которое, несомненно, должно быть красочным и радовать с каждым днем все больше и больше. Итак, 10 способов научиться любить себя от известного психолога Луизы Хэй. Первый. Перестаньте критиковать себя. Не считайте себя плохим. От этого возникают трудности. Ощущая себя недостаточно хорошим, мы оправдываем свое униженное состояние и сохраняем его. Мы взращиваем боль и болезни. Второй. Перестаньте запугивать себя. Многие просто терроризируют себя мрачными мыслями, представляя любые ситуации намного хуже, чем они есть на самом деле. Такие люди раздувают маленькие проблемы до непомерной величины. И как же это ужасно, жить в ожидании самого худшего. Третий. Будьте добрым, мягким и терпеливым с самим собой. Как шутливо писал Арен Арнольд, Боже, молю Тебя, дай мне терпение и немедленно. Терпение – могучее средство. Большинство людей страдает от ожидания немедленных результатов. Мы раздражаемся, стоя в очередях или попадая в транспортные пробки. Нетерпение – это нежелание учиться. Мы хотим получить знания, не усвоив урока, не сделав шагов, необходимых для достижения цели. Четвертый. Научитесь быть добрыми к своему сознанию. Не казните себя за негативные мысли. Не обвиняйте себя в том плохом, что было в жизни. Извлеките из него уроки. Быть добрым к себе означает отказаться от обвинений, чувства вины, наказаний и боли. Пятый. Научитесь хвалить себя. Критика сжигает душу, похвала возрождает ее из пепла. Чтобы вы не делали, поддержите себя похвалой. Повторяйте себе, что вы прекрасны. Шестой. Научитесь обращаться за помощью к друзьям. Просьба о помощи – это проявление силы, а не слабости. Многие из нас привыкли полагаться только на себя и ни за что не попросят о помощи. И все-таки попробуйте сделать это, вместо того, чтобы пытаться справиться со всеми проблемами своими силами и злиться на себя за то, что ничего не получается. Седьмой. Любите свои отрицательные черты. Нам всем случалось сделать неправильный выбор. Если мы будем упорно наказывать себя за это, то выработаем стереотип. Еще одно действенное средство – юмор. Он помогает расслабиться и почувствовать облегчение в стрессовой ситуации. Смотрите больше комедийных фильмов. Если человек сможет посмотреть на свою жизнь, как на пьесу с элементами мыльной оперы, драмы и комедии, значит он не безнадежен и в дальнейшем у него все будет хорошо. Восьмой. Ухаживайте за своим телом. Следите за тем, чем вы питаете его. Мы стали поклонниками консервированной пищи. Сели на разные диеты. Мы позволили повлиять на свои привычки в еде компаниям, производящим продукты и их рекламным трюкам. Отдавать себе отчет в том, что мы едим и как чувствуем себя после этого, значит проявить любовь к себе. Девятый. Работайте с зеркалом. Подойдите утром к зеркалу, улыбнитесь и скажите своему отражению. Я люблю тебя. Ты самая удивительная и прекрасная. Проживите этот день в хорошем настроении и в любви к себе и ближнему. И вы увидите, как скоро изменится ваша жизнь. Подберите для себя комплекс упражнений, которые вам нравятся, выполнять которые в радость. Десятый. Любите себя прямо сейчас. Не ждите, когда станете совершенными. Научившись любить себя, вы сможете полюбить и принять других людей. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы ублажать других и жить так, как хотят они. Ваша цель – самовыражение и выражение любви на глубинном уровне. Критика сжигает душу, любовь возрождает ее из пепла. Что бы вы ни делали, любите себя. Повторяйте себе каждый день, что вы прекрасны. Субтитры создавал DimaTorzok